Девять представителей Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя выехали в Ростов, чтобы проверить свои силы на официальных соревнованиях. Подготовка проводилась в течение полутора месяцев в рамках осеннего цикла. Однако спортсмены столкнулись с трудностями. В бассейне МГУ, где они тренируются, была холодная вода. Нам пришлось плавать в более толстых костюмах, то есть немножко урезать тренировочную программу, потому что, ну, хоть мы и ныряем в гидрокостюмах, но все равно спортсменам было немножко прохладно. Несмотря на проблемы, севастопольские фридайверы на Ростов КАП-2015 показали достойный результат. У мужчин по одной золотой, серебряной и бронзовой медали в разных дисциплинах, а у женщин четыре серебра и одна бронза. Кроме того, две команды, которые мы привезли туда, каждая команда по три человека. Одна команда «Остров Крым» заняла первое место, золото получила, а другая команда «Экстрим» стала третьей и получила бронза. Севастопольские фридайверы улучшили свои результаты во сравнению с прошлым годом. Подтягиваются к уровню сборной России. Но пока говорить о высоких наградах на уровне страны рано. Ну, пока мы, я думаю, что еще не достигли такого уровня, чтобы выступать на чемпионате России. То есть вот с теми результатами, с которыми мы выступили на ростовском кубке, я думаю, что, ну, можно было побороться только за то, чтобы войти в десятку на чемпионате России. Все-таки, я думаю, что стоит еще годик подождать, хорошенько подготовиться, чтобы можно было претендовать хотя бы на первую пятерку. Вот это уже был бы достойный результат. Севастопольская команда постоянно пополняется новыми людьми, которые хотят связать свою жизнь с фридайвингом. Для них проводятся весенние и осенние циклы бесплатных занятий. Некоторым удается быстро достичь результатов. У нас есть отличный пример. Вот весной этого года, в начале 2015 года, к нам пришел Сергей Никитин. Ему в тот момент было 53 года. Он совершенно не спортивный человек, но он начал заниматься. У него начал расти результат. Летом он выступил на глубинных соревнованиях. Нырнул больше 30 метров в глубину. То есть задержка дыхания у него перевалилась за 4 минуты. И вот сейчас он первый раз в своей жизни поехал на соревнования по фридайвингу. Как говорят фридайверы, их спорт для всех. Достичь высоких результатов в нем могут как юные, так и взрослые спортсмены. Денис Островушка, Виталий Козловский, Севенформбюро.